ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Михаил Зыгарь, Илья Васюнин, да, посоревнуются в искусстве стихосложения, им надо будет сочинить, возможно, белый стих, возможно, сиренаду под музыку замечательного, замечательного андулузского гитариста Серхио Минейро. Я правильно произнесла ваше имя, да? Правильно. Сочинить стихотворение. Вы должны сейчас встать, подойти к ведущим. В шляпе находится несколько бумажек. И там стихи? Нет, стихи будут позже. Там несколько выражений, которые вам нужно использовать в сочинении этого стиха. Это может быть белый стих, как вы привыкли, Илья. Можно напоминать немножко включение. Малословный стих. Вот сюда, например. Все брать? Может быть, вообще беззвучный стих. Но про любовь. Михаил, вас это тоже касается, кстати. Да? Ваше имя будет писать стихи, представляешь, что это такое? Миллион российских женщин замерли сейчас. Смотри, Миша пишет, а Илья молчит. Значит, он там-там, Николай ногой качал. Как молчит, это не пишет, понимаешь? Михаил, вам хватило страниц? Или донести листков? Слов вам хватило? Достаточно пишет слов. А давай попробуем угадать, кому пишет Миша. Миша пишет кому. Так, внимание, кто накинул цветок. А ведь Миша еще ничего не написал, господа. Ему уже все просят. Я думал, я ничего не должен. Нет, нет, так всегда в карьере Миши. Он ничего еще не написал, а ему уже все закидали рост. Так всегда в карьере Миша, он ничего и не делает. Миша, не отвлекайся, вы между собой. Ида, мы тут просто у нас 8 марта. А вы пишите. Правильно, вы пишите. Михаил, сосредоточьтесь. Я очень... Я все просто еще. Давайте. Готов? А я бы с гид... Я бы под гитарой. Серхио. Серхио Минейро и Михаил Зыбер. Практически сиренада звучит сейчас. Я не люблю семгу. Я никогда не ходил на Болотную площадь. Я не стал бы никогда никого троллить. И не стал бы использовать прямую склейку. Я бы просто умер среди песков. Молодец. Вышло с классы. Илья, если вы хотите, чтобы вас закидали розами, начинайте. Серхио, Михаил, вы должны сопереживать сопернику. Илья, вы читать умеете? Нет. Сиренада поет Илья Васильевна. Да. Возьмите меня крупнопланом, чтобы лайкнуть меня было проще, ведь пудель кровавого режима смотрит на меня Сурков. Примерно так. Я не понимаю, а здесь есть любовь. Жюри. Восьмой марте была любовь. О чем вы говорите сегодня? Кто из них лучше справился? Кто вложил больше любви в текст про Суркова и про прямую склейку? Я упустила, что это был текст. Я думала, просто Сурки как Сурки. Может быть, День Сурка. Я вот не переходила бы, наверное, в праздничные дни наличности. Потеря на списках. Впрочем, Михаил поступил более поэтично. Он нашел образы, он вышел из песков. Поэтому мы считаем, что победитель сегодняшней программы – Михаил! А сейчас будет неожиданность. Так случилось? Так, это не запланировано. Не было ответственно. Так случилось, что я на этом телеканале работаю главным редактором. Поэтому у меня есть такой золотой суперголос. И я могу принять честное голосование. Не честно, не правильно, не справедливо, если я выиграю. Поэтому я свой золотой суперголос отдаю за Илью Васюнину, поэтому победителем становится он. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! Браво! Я считаю это честным. Потому что на телеканале дождь все честно. А поцеловать! Поцеловать! Илья! Поцеловать! Иди поцелуй членов жюри. Поцеловать гранит холодный. Пока тебя целуют члены жюри. Можешь всех разом. Иди! Иди, Илья, иди! АПЛОДИСМЕНТЫ 8 марта. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пока Илья идет с членом жюри, я приглашаю на эту сцену члена совета директоров компании Ray Just Energy. Артема Михеева. Выходит Артем Михеев. Выходит Артем Михеев. У Артема подарки. В руках Артема находится специальная корзина. С чем Артем? С натуральным энергетическим напитком Ray Just Energy. Так, кому достается что? АПЛОДИСМЕНТЫ Илья Василин, победитель. Поздравляем вас с победой в этом федеричном конкурсе. И вручаем месячный запас энергии. Месячный, Илья. Ray Just Energy. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь ты можешь работать без выходных. АПЛОДИСМЕНТЫ Но на месяц точно хватит. А, но Михаил уже тоже получает у нас, да, ведь? Артем, Михаил тоже получает подарок. Да, Михаил получает также подарки. В общем, Михаил получает меньшее количество энергетика, дабы, да, мы понимаем, что это второе место не первое место. АПЛОДИСМЕНТЫ Но, тем не менее, он тоже может не было. На неделю явно хватит. На неделю, конечно. Также хотелось бы поздравить участников и победителя конкурса в этом прекрасном соревновании, а также замечательных ведущих, гостей студии и зрителей телеканала «Дождь» с 8 марта. Это прекрасный весенний праздник. Хочется пожелать вам, милые дамы, улыбок, счастья. И поскольку наш энергетик натуральный по составу, хотелось бы пожелать вам всегда, чтобы мы с вами были натуральные мачо, а проще говоря, настоящие мужчины, которые дарили бы вам желание улыбаться и быть счастливыми. Спасибо большое. Да. Спасибо. Но на этом подарки не заканчиваются. Давайте я разберу эту штуку. Потому что истинный мачо в области высоких технологий «Леново» дарит членам нашего прекрасного жюри сегодняшнего три смартфона «Леново» S720. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, пожалуйста. Класс. Так. Смартфоны членам жюри. Спасибо. Так, Илья, ты берешь эту коробку, потому что это твой главный приз. Спасибо. Ультрабук «Трансформер Леново Йога». Это были 8 матча. Ну а нашего главного матча вы увидите в эфире буквально в ближайшие дни, если я не ошибаюсь. Уже заряженного энергетиками и изрядно компонтеризированного. Спасибо большое, Илья Васюнин. Главный матч у телеканала «Дождь». Смотрите наш каждый день с 8 марта. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ